здравствуйте признаю что да название этого видео оно несколько возможно кого-то будет раздражать но суть проблемы остается от раздражение либо не раздражение неизменной суть в том что каждый год когда мы говорим о датах побед над фашизмом мы начинаем вспоминать ветеранов соответственно есть определенная толика уважения но увы ко многим раз в год но хоть так с другой стороны есть внимание государства есть поднятие темы то есть тема входит в топ в средствах массовой информации и так далее и тому подобное и фактически во многих государствах на основе вот этой этой даты 9 мая либо 8 мая строится идеологический конструкт в том числе кстати и в беларуси в том числе и в россии в том числе как бы там ни было и в украине но вот это идеологическая идеологическая конструкция на везде строится пара потому что есть разница между существует ветеранов и памятью то есть есть разница между можем повторить и есть разница между выстраиваниям скажем идеологической конструкции на фоне добра и зла по принципу мы когда-то боевали на стороне добра поэтому всегда добро и все мы всем остальным наваляет и на этом на этом всем фоне уходит сама такая вещь как правда о том что происходило то есть можно принимать кучу законов российской федерации принимают закон о защите там исторической памяти так далее окей даже пусть носит конституцию но проблема в том какую память сохранять потому что память о событиях первую очередь это память живых живых людей это не та лобочная картинка которую снимают в сериалах массового продукта и ключевой вопрос так раз таки свидетели ключевой вопрос это те же самые ветераны и уважение и вот тут из года в год случаются удивительные вещи то есть война вроде бы все дальше а ветеранов становится ну прошу прощения за цинизм а зачастую все больше как так происходит 20 год не стал исключением то есть я приведу просто три разные скажем так три разные цифры итак в беларуси насчитали 4,7 тысячи ветеранов то есть 4 и 7 тысячи на всю страну это на 9,4 миллиона населения причем младшему из ветеранов 87 старшему 104 года то есть это те люди которые были в тылу были подпольщиками участвовали в войне ну или же скажем так жертва нацизма вот таким образом не так много людей и положены выплаты ну и в принципе если говорить о количестве то логично война закончилась 75 лет назад человек смертный то есть а если подойти с точки зрения например человек который воевал на фронте то призыв это 18 лет это значит что ну минимально сколько может быть ветерану это где-то 84 85 лет если он был как говорится сыном полка ну либо же есть еще одна очень интересная вещь потому что потому что в законах всех трех всех трех государств и белоруссию и россии украины к ветеранам так называемой великой отечественной войны относятся в том числе те кто как сказано в законе боролся с бандитизмом в западных районах белоруссии украины и прибалтики но до всех сегодня страны балтии то есть по большому счету те кто боролся с антисоветской партизанкой напомню что в украине скажем так активное боевые действия шли до 50 до середины пятидесятых годов последние подпольщики не выходили уже в шестидесятых белоруссии закончилась чуть раньше но тоже достаточно это было достаточно громко потому что белоруссии была и армия краева и белорусская антисоветская партизанка по которой вспоминают меньше но просто приведу несколько фактов что даже вот в сорок восьмом году штурмом брался город новогрудок о чем даже есть свидетельство в официально изданной книге память новогрудского района вместе с украинскими партизанами был штурм кобринской тюрьмы то есть тоже было как мягко говоря как говорится не все спокойно для большевиков но как бы там ни было эти люди тоже ветераны хорошо плюс 10 лет но все равно получается 80 с копейками ну никак не получится меньше и вот на этом фоне обращаемся к данным по украине первое что меня скажем так породило это по словам мэра киева кличко в городе киеве 41 тысячи ветеранов второй мировой войны приравни к неблицам опаньки вот это уже забавно то есть напомню что население киева меньше чем беларуси а по всей украине по данным скажем так министерства социальной политики более миллиона человек который получит майские выплаты но в украине ситуация отдельная потому что там в том числе майские выплаты если говорить о выплатам они как говорится положены среди прочих участников моего действий всех и ветеранам а то которых я все-таки действительно считаю ветеранами вот но все равно даже если отнять а тошников отнять ветеранов войны с российской федерацией то получается но не менее полумиллиона человек по самым минимальным прикидкам которые неизвестно откуда взялись эти люди естественно не кроме выплат они они скажем так участвуют в так называемых ветеранских организациях они вещают добровечное красивое и они пытаются в том числе влезть в политику а зачастую просто говорят что мы ветераны но и спекулируя на теме великой отечественной войны как они называют либо второй мировой хотя на момент окончания войны они в лучшем случае находились состоянии скажем так существовали в режиме эмбриона если не сперматозоидов но как бы там ни было такие товарищи тоже существует но отдельная тема это российская федерация давайте рассмотрим поподробнее и так в статье есть статья прекрасно региона в региона в российской газете это напомню официальная скажем так официальный орган в котором печатают в том числе законодательные акты от 7 0 2 2020 года и так в российской федерации заместитель председателя комитета совета федерации по социальной политиковой господин рязанский заявил что по уточненным цифрам в российской федерации проживала на начало года один миллион сто сорок восемь тысяч четырнадцать одиннадцать человек и дальше внимание вот дальше очень важно они все ветераны но относится к разным группам под социальным льготам и дальше что часть из них участники войны часть из них скажем так труженики тыла и так далее вот очень очень важно они все ветераны да хорошо а теперь давайте будем разбираться внимательно запомнили цифру 1 миллион четыреста тысяч да а теперь идем на сайт росстата и смотрим возраст на половую пирамиду населения очень интересная данная то есть видите тут я сразу же дал потому что по двадцатому по двадцатому году у них если можно так сказать прогноз у них данные прогнозные а по две тысячи о две тысячи семнадцатому реально то есть красная красная линия это данные 2020 года а обычно картинка это семнадцатого года но по большому счету мало не изменяется так если брать уточненные данные семнадцатого года то людей в возрасте от девяносто лет почему говорю от девяносто лет еще раз если мы берем конец второй мировой либо лейкоотечественное как как россии называют 1945 год то человеку а даже если он пошел на фронт там раньше приписав себе пару лет было минимум 15 лет один единичный случай там детей полка как говорится можно оставить в стороне то есть минимум 15 лет 75 лет победе плюс 15 обычно арифметика и так людей которые 90 лет и старше в россии не более 572 тысяч еще раз 572 тысяч с одной стороны вспоминаем цифру российской катет 1 миллион сто сорок восемь тысяч четыреста одиннадцать человек логичный вопрос господа кто кто все эти люди но возраст на пиловую половую пирамиду кстати покажу прошу прощения забыл вывести на экран вот она и так возникает вопрос откуда один полтора миллиона давайте разбираться для того чтобы разобраться тут стоит зайти в такой чудесно скажем так закон российской федерации это федеральный закон о ветеранах и там отдельно прописано кто такие ветераны великой отечественной войны кто такие инвалиды великой отечественной причем сам перечень достаточно правильно то есть к ветеранам относится только те кто воевал там то плюс немножко тружеников тыла награжденный так далее там подобно то есть очень исчерпывающий перечень но статье номер два есть также а также лица которые внесены в приложении согласно решению правительства закон не меняется правительство может изменять этот перечень и вот что такое разделы 1 и 2 начале раздел 2 который как говорится давать не отначально давайте начнем с раздела 1 и так обращаю внимание что тут у нас есть среди всего прочего и ветераны ну естественно те кто уничтожал антисоветское подполье она также ветераны корейской войны я напомню что корейская война это агрессия корейской народ демократической республики против южной кореи и это война где с одной стороны выступала армия кндр потом китай и советский союз а с другой стороны войска под эгидой оон то совет безопасности он создал миссию по принуждению мира то есть по большому счету а советский союз выступал в качестве военного преступника не выступали против системы поддержания мира во всем мире против системы о то есть они воевали не с американцами или возьмем подавление венгерского восстания прошу прощения но какое отношение к борьбе с фашизмом имеет венгерское восстание там там про фашизм не шло там там товарищи кстати среди всего прочего у власти были коммунисты господа но это тоже борьба с фашизмом этом войны с китаем то есть уже за счет этого часть участников боевых действий как говорится при уже расширяется ну это скажем так приложение 2 но там совсем небольшое там там как раз таки вопросов меньше всего это приложение 2 обратите пожалуйста внимание на маленькую 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 приписочку снизу видите для тех кто скажем так для тех кому чуть хуже видно я сейчас попробую ее зачитать сейчас тоже открою себя в браузере и зачитаю что это такое приложение 2 и что что говорит в этой приписке так и там на лиц принимавших участие в войнах было действие государства на территориях обороне городов указанных в разделах 1 и 2 и так помним что раздел 1 это куча военных конфликтов распространяется действие статей 2 и 4 федерального закона о ветеранах прекрасно а вот теперь смотрим что же такое федеральный закон о ветеранах то есть о чем о чем там говорит что такое статьи 2 и 4 статья 2 это ветераны великое отечественное войны статья 4 это инвалиды великое отечественное то есть человек который к ко второй мировой не имел никакого отношения он является фактически в россии сегодня ветеран лицо прерывание и соответственно если мы берем дальше нормативную базу там закон о защите памятников участников вторыми великой отечественной к россии говорят те же самые предполагаемые изменения в конституцию все то что касается этих людей она тоже будет защищена законом вот вам пожалуйста элементарная подмена понятий то есть с одной стороны борьба с нацизмом что несомненно добро и зло скажем так разделение по скажем так по линии добра и зла а с другой стороны мы имеем подавление восстание той же само венгрии который уже приравняется к борьбы с нацизмом но она не иметь никакого к этому отношения мы имеем борьбу с анти советской партизанкой это не имеет никакого отношения к борьбе с нацизмом забавно правда и еще более забавно что в российском законе например к ветеранам не относятся граждане даже российской федерации которые воевали с нацистами и фашистами в составе армии других государств антигитлеровской коалиции то есть прекрасно правда то есть ты можешь ты мог реально воевать с нацистами но по российскому закону ты не будешь ветераном потому что ты не воевал в рабочей христианской красной армии либо ты не воевал на стране именно советского союза забавно не так прекрасно вот и таким образом если мы говорим о российской федерации туда происходит элементарная подмена понятий происходит размыва размытие реальной картины произошедшего то есть место как вам сказать место ужасов войны рассказывается о такой вещи как ну чуть ли там не увлекательный боевичок с элементами романтики создается лубочная картинка но в результате начинается ну реально шизофрения когда детей одевают там военную форму заставляют ходить на парады либо же там оформляют коляски в виде тех же самых танков и так далее причем говоря о войне вот причем разница лозунгов можем повторить и никогда вновь или николы знал а что когда мы говорим никогда вновь мы думаем о жертвах мы думаем о людях и в рамках этого лозунга ребенок в коляске оформлены в виде танка но прошу прощения это выглядит дико это выглядит ужасно потому что ты понимаешь как заканчивало большинство танкистов свою жизнь а для можем повторить ну ну ладно бабы еще нарожают уже сейчас на мясо мать вот это страшно это реально пугает причем на таком на бытовом уровне потому что тут тут как раз таки страх не не с точки зрения там страха перед там военной мощи или чем-то еще это просто страх при человеческой дикостью и вот в эту картинку вполне нормально вписываются те же самые ветераны и эту же карта вот так называемый ветеран наряженный и эту же картинку поддерживает том числе маскульт потому что посмотрите как тема второй мировой освещают современные сериалы где больше боевичок такой легкий с элементами снова такие романтики какой-нибудь love story ну то есть так классическая мыльная опера а и посмотрите даже советские фильмы где-то конца 60-70 где рассказывалось в том числе о судьбах людей где показывались в том или ином формате но именно переживания отдельного человека зачастую то есть даже даже этот советской причем советская советская идеологическая машина была сильно но даже этот советский подход он уже кажется для современной россии но чем-то не таким чем-то ненужным забавно правда но россия это ладно победа бессия как говорится но объяснили вопрос другом вопрос а в таком случае в украине в украине вроде бы пытаются навести порядок исторической памяти но свое время сделали одну чудесную вещь по скажем так таблицам учета на социальные выплаты так далее то есть вроде бы в законе есть градации людей по по участию в конфликте но если мы смотрим если дать посмотреть документы человека то какой категории людей он относится такой пометки зачастую документах уже нет тоже получается подмена понятий это подмена понятий она по большому счету весьма сильно вредит в том числе с точки зрения и украинской политики потому что например украинской системе есть такая вещь как деньги которые министерством соцполитики так далее выделяет профильным организациям ну так называемый мини-грант если говорить по современными современным языком и в том числе ветеранским организациям и удивительная вещь что большинство ветеранских вот таких вот ветеранских организаций это организации в которых еще раз повторю человек во время второй мировой войны существовал ну в лучшем случае я имею ввиду часть руководителей существовали в лучшем случае формате эмбриона либо даже сперматозоида то есть их не было на свете еще но поскольку нет вот так вот градации они приравнены к ветеранам не бегают кричат но ветераны и несут как говорится все что угодно причем несут это все за государственные деньги потому что а не дать деньги на организацию ветеранов это кажется ой-ой-ой как плохо ну и поэтому такие организации естественно не заинтересованы в том чтобы количество ветеранов чем дальше войны тем больше увеличивалось и это растет эта цифра растет потому что даже если взять отнять снова таки атошников отнять реальных ветеранов и участников второй мировой войны то получаем разницу непонятно откуда взявшуюся около полумиллиона если экстраполировать на российский скажем так на российскую ситуацию то есть три с половиной больше раза население то получается что количество таких вот фейковых ветеранов даже больше чем россии возникает вопрос а нас настолько ли богато и государство украина чтобы платить тем этим людям какие-то выплаты так далее чтобы финансировать их организации и не проще ли сделать так чтобы уменьшить навести порядок с учетом и дать реальные большие выплаты обеспечить реальную какую-то заботу реально уважение тем немногим ветеранам борьбы с нацизмом которые остались на этом свете и второй аспект это то что есть ветераны новой войны те кто защищает украину сегодня и сделать то же самое как этих людей ветеранов а то потому что в украине есть две категории ветеранов заслуживающих уважения именно на таком уровне потому что там есть афганцы остальные которые которым тоже можно как говорится пожать руку но имею ввиду те кто заслуживает уважение как защитники родины есть две категории ветеранов второй мировой причем тут я не разделяю они в ртк были они скажем так в армии андерса вместе с беларусью белорусами были они были в армиях союзников либо они были в подполье в том числе национальном подполье на западной украине я не разделяю эти люди ветераны второй мировой войны и ветераны войны с россией это те люди которые борются за страну если говорить по беларуси то же самое то есть есть ветераны второй мировой либо великоотечественной хорошо что навели порядок сделали первый шаг навели порядок с учетом но кроме всего прочего о беларуси пока что к этим ветеранам не относятся ветераны польского подполья то же самое армия краева потому что они были на территории беларуси ветераны армии андерса то есть это армия которая воевала в составе войск союзников в том числе в италии вспомнил сколько белорусских крестов под мондо кассино ветераны других соединений союзников которые воевали в составе армии британии соединенных штатов америки другие государства то есть ккот оже надо рано или поздно довести до ума потому что там наших соседших было много а что касается россии но как бы вам сказать это их проблема который не пытается просто степ Low спирт friend она стая их проблема которая которая не пытается просто на проблем на центр с государственной диалоги который который не пытается давить вот тут можно есть несколько вариантов просто делать свое спокойно обращать внимание на свою Если говорить о памяти про Вторую мировую войну, то в первую очередь ориентироваться на факты, а не на новую идеологическую картинку И если уже говорить о ветеранах, то уйти от дурной системы взаимно-автоматического признания ветеранов Потому что признавать по категориям, то есть человек, который, условно говоря, воевал, да, он заслуживает уважение и в Беларуси, и в Украине, то есть ветеран Второй мировой А всякие ряжены более поздних конфликтов, ну, прошу прощения, уважать как человека, который выполнял приказ, там, где-то за границами Советского Союза, ради Бога Но говорить, что он ветеран, что он защитник от фашизма, от сиренского зла, если в это время он, назовем так, выполнял задания по войне против миротворческих сил, он, ну, как-то язык не поворачивается Поэтому надо заниматься своим и оставить Россию с ее победовесием, как говорится, на саму себя Не особо пытаясь перенимать российский идеологический конструкт Потому что они просто вредны, согласитесь У каждого народа своя память Она может быть общей в отношении некоторых дат, но у каждого народа память свои акценты На этом у меня все, с праздником победы над нацизмом Всего вам доброго, радости, счастья, улыбок Всего наилучшего, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!